Добрый день! Что тут думать трясти надо? Вот мой рассказ, он совершенно не про то, как трясти, он про то, в каком направлении сейчас надо думать и думать надо быстро, потому что Сергей очень хорошо рассказал, чем кончается дело, если на технологическом рынке вы отстали. Вас просто быстро делают конкуренты, которые поняли, что здесь можно сделать новый продукт просто добавлением, ну вот, например, как было на слайде, автомата к вождению автомобиля и все. А вы этого не сделали. Все, ребят, а старые автомобили без этого не покупают. Поэтому есть то самое будущее, которое правда наступило. Вот очень хорошо, чтобы оно не на вас наступило, а где-то рядом, а вы бы с ним вместе поехали дальше. Вот поэтому я начну с двух совершенно, казалось бы, смешных кейсов, которые очень правильно показывают, как мир меняется в странных местах. Вот представьте себе ситуацию. Есть у человека, человек живет в Штатах, у него маленький домик в пригородах Сан-Франциско, есть лужайка, за которую, вот там, как написано, ухаживает его мама старенькая, потому что мужику самому 65 лет, заметьте. И ходят соседские коты, гадят на лужайку, обижают маму. Можно много придумать разных решений, там, сеточки, какие-нибудь еще штучки. Как решает 65-летний инженер эту задачу дома сегодня? Он подключает камеру, собственно, камера вот эта есть, она показывает вид на лужайку, он подключает ее к маленькому, дешевому компику, который ставят у себя в подвале. Он загружает в нее опенсорсный код нейронной сеточки. Он тренирует сетку распознавать котов. Оказывается, он при этом все описывает в блоге, там интереснейшая история, потому что оказывается, что тренируя сетку распознавать котов на изображениях котов из интернета, плохо работают ночью. Те красивые котики, которых мы выкладываем в сеть, они обычно днем и где-нибудь на диване. А вот как выглядит ночью кот на лужайке, это надо отдельно сделать в серию таких снимков и не тренировать сетку, что это тоже коты. Они, сволочи, ночами ходят и ночами гадят даже больше, чем днем. Что делать дальше? Дальше, ну все равно, это Калифорния, там разбрызгиватели стоят. Разбрызгиватели для экономии воды имеют электрические клапаны. Нужно просто подключить, вот все это хозяйство, вот оно, домашняя умная нейронная сеточка, живущая в таком компе, управляющая разбрызгивателем. Чистая лужайка, через месяц такой возни по вечерам, имеется чистая лужайка, потому что как только, в любое время суток, на ней появляется любого цвета. Кот, включается разбрызгиватель, мокрый кот сваливает. При этом дети могут играть, гости могут играть, ты можешь ходить, тебя не обрызгивают. Следующая задачка. Вы меня слушаете, будете? Будете. Япония. Маленькое частное производство. Ферма огурцов. Старенькая мама, владельца этой фермы, 8 часов в день сортирует огурцы, потому что этих огурцов, отличающихся цветом, размером и формой, существует 9 разных категорий. Человеку становится жалко свою маму, что она занимается таким, в общем, идиотическим трудом, хотя он необходим. Все нормально, нормальный рынок, у всех так работает. Это чуть более продвинутый мужик, а может, наоборот, чуть менее продвинутый. Ему трудно обучать сетку дома. Он занимается опенсорсными решениями. Он в облаке запускает TensorFlow. TensorFlow – открытый код, созданный Google. Он обучает его, какие огурцы к каким категориям относятся, ну, просто на реальных картинках своих собственных огурцов. Ну, и с помощью известного комплекта Raspberry плюс Arduino, опять же, маленький домашний компьютер и маленькие простейшие механические устройства, управляемые с этого компьютера, сталкивать огурцы соответствующей категории в соответствующий пакетик. Вот оно вот так работает у него теперь. Мама освободилась. Когда я впервые запостил эту историю, мне стали писать, ну, что такое, зачем здесь нейронные сетки? Ведь, в конце концов, можно просто придумать, и дальше у меня начинают рисовать сложнейшую, на мой взгляд, инженерную систему. Различные какие-то колеблющиеся решетки с отверстиями разной формы и диаметра, которые там по-разному трясутся, какие-то специальные мягкие подложки под ними. То есть, да, наверное, задача сортировки огурцов, правда, непонятно, как с цветом быть, можно решить старыми инженерными способами, только это дорого, долго, чудовищно сложно. Вот современное решение, оно, как ни странно, более простое, потому что это как лего, это собирается из тех кубиков, которые лежат готовы и собираются очень быстро. Уметь только надо. И знать, какие кубики в этом лего есть. Поэтому странное решение, как рассортировать огурцы с помощью искусственного интеллекта Гугла, запущенного в облаке Амазона на ферме в Японии, это и есть вот тот подход, который сейчас сильно меняет жизнь. В самых разных местах специально привел два разных очень примера. Ну вот, собственно, желающие потом смогут почитать еще и ссылочку. Что это означает, если говорить на чуть более высоком уровне? Это означает, что мы много лет считали, что вся вот эта вот история про информационные технологии, она, чтобы дать информацию, на основе которой мы своим чахлым, по сравнению с компьютером, мозгом будем принимать какие-то решения. Да нет же. И это тоже не я придумал. На самом деле, вот это слайд из презентации General Electric прошлого года, где они говорят, ребят, сейчас происходят, и не только они, вот я же по американским конференциям, это, в общем, очень такой популярный лейтмотив, ребят, то, что сейчас происходит, это история про то, что информационные технологии стали операционными, эти системы сами умнее нас, способны гораздо больше, чем мы, люди, с нашими чахлыми белковыми мозгами переварить информации и принять решение. Благо, есть как это сделать, сейчас устройства, которые, так сказать, с электроприводом и которые могут быть включены, изменены компьютером, далеко не только в интернете. Это, в первую очередь, жизнь про нормальную индустрию, в которой есть эти самые connected devices, которые, соответственно, отдают информацию нейронным сеточкам, искусственным интеллектом, называйте, как хотите. Те принимают решения, и другие электрические, или, там, иначе, как-то управляемые средства, эти решения воплощают. И Джейнл, ректор, рассказывает о системах, например, в вертикально интегрированных нефтяных компаниях, где информация есть всюду, начиная от скважины, откуда качают нефть, и кончая пистолетом на бензозаправке, где бензин заливают в автомобиль. Это терабайты каждый час. Принять решение, как, на каком трубопроводе перекрыть заслонку, в каком режиме держать какую из установок нефтеперегонного завода, это принимали некоторое время назад люди, опытные, это очень тяжелая диспетчерская работа, и совершали кучу ошибок. Не нужны там больше люди. Хотя, казалось бы, это такой интеллектуальный труд. Нейронки справляются лучше. И, собственно говоря, это происходит более-менее везде. Этому была посвящена вся тема, все это сборище этого года в Давосе, которое называется Всемирный экономический форум. Именно к нему была выпущена книжка «Четвертая промышленная революция», в которой специально выделяю красным эти слова искусственный интеллект. Чуть позже скажу, почему ненавижу это словосочетание. Но вот машинное обучение, да, машинное обучение меняют сейчас жизнь с такой скоростью, с такой силой, а в таких масштабах, что вот все то, что я видел, когда интернет изменил нашу жизнь, ребята, это так скучно и так медленно было. Вот, слава тебе, Господи, я это наблюдал с рождения, с 90-х годов, когда я этим интернетом начал заниматься. И вот до текущего момента, слушайте, это копейки по сравнению с тем, что произойдет в ближайшие 5-10 лет. Правда, копейки. Интернет – это жалкая мелочь, разогрев, подпевки перед концертом машинного обучения, машинного интеллекта. Почему это так? Потому что машина всегда может больше. Вот почему я ненавижу термин «искусственный интеллект». Потому что, вот смотрите, птичка, все знакомые. Вот правда же, мы до сих пор не умеем делать искусственную птицу. Мы не можем сделать вот такого воробья с такими перышками, и чтобы он так же летал. И нахрен никому не нужно. Мы, вдохновленные на протяжении, мы, человечество, на протяжении десятилетий, столетий, вдохновленные этой идеей, делали совсем другие вещи. Сначала вообще сделали штуку, которая легче воздуха. Мы не понимали, как что-то тяжелее воздуха может летать. Летать очень хотелось. И вдохновленные птицы сделали сначала воздушный шар, потом сделали дирижабль, приделав к нему моторчик, которого вот ни у какой птицы нету. И начали извлекать какую-то пользу из этого дела серьезную. А потом летать через океан начали. А потом начали какие-то вообще странные устройства запускать над головами у себя. Хуже того, мы в космос полетели. Никакой птице близко не снилось. Как, впрочем, и перевозки людей через океан. Все это было вдохновлено птицами. И до сих пор мы не понимаем до конца, как работают детали каждого перышка в крыле каждой птицы. И не умеем это воспроизводить. И что с того? Поэтому, когда мне начинают рассказывать, а мы же не знаем, как на самом деле устроен мозг и нейрон. Да хрен бы с ним. Да, мы не знаем, как работает это крыло, и почему именно такое количество перьев в данном его участке. И почему есть маховые перья, а есть немаховые крылья. Да хрен его знает. Только это не важно. Нам летать хочется. Нам точно так же захотелось решать какие-то задачки, для которых мы думали, что годится только мозг. И тоже, как с воздушным шаром, их начали решать очень давно. Придумали счеты. Между прочим, сильно спасло. В руках, если вот кто постарше, помнит, что такое счеты, в руках опытной кассирши, это чудовищный прибор вообще. Не уступает вот такому чуть более современному калькулятору. Но зато на этом смогли работать все. Для этого не требовалось образование, тренировка, как со счетами. Потом появилось хуже, потом появились вычислительные машины. И мы до сих пор считаем, и это фундаментальная ошибка, что эти машины просто являются продолжением нашего мозга. Мы им объясняем, что делать, а они делают ровно то, что мы им сказали, только быстрее, безошибочнее, с большим объемом информации. Нет. Появились нейронные сетки, которые учатся сами. И это принципиальный момент. В тот момент, когда нейронная сеточка начинает учиться сама, и мы не знаем, как она принимает это решение. Мы не знаем, как она учится. Только мы видим по результату, что она чаще принимает и быстрее правильные решения, чем человек, занятый той же работой. И вот, да, идея о том, что самая ценная – это машины, которые будут думать так, как мы не умеем, которые полетят в космос так, как не может полететь ни одна птица. Вот в этом самый кайф, и это тот фактор, который сильно меняет происходящее сейчас в нашей жизни, в промышленности, в экономике, где угодно. Ну вот, приведу еще одну цитату, чтобы все-таки не выглядело это, как мой, собственно, бессмысленный трюк. Ян Ликун – это человек, который действительно один из авторов всей современной математики машинного обучения. Попутно он там работает директором подразделения искусственного интеллекта в Фейсбуке. Но у него есть вот те же самые важные слова. Если, когда ему журналисты попросили, вот сформулирую в нескольких словах, что такое машинное обучение, это машины, которые учатся сами представлять мир внутри себя, каким-то образом и принимать в этом мире осмысленные действия. Как дети, только феерически талантливые дети, которые ничего не забывают, и у которых не только вот наши шесть органов чувств, а какое-то бесконечное количество источников входной информации. Прямо ладно бы это. Это все какая-то абстракция. Давайте поговорим про чуть более конкретную вещь. Помимо того, что вот машины могут принимать какие-то решения, учиться и так далее, изменились интерфейсы взаимодействия с этими машинами. Вот опять же, Сережа говорил про то, что вот всякие интеллектуальные помощники современные, они стали во многом возможны, потому что с современным интеллектуальным помощником мы можем общаться уже далеко не только вот привычным текстовым образом, набирая какие-то вопросы, получая какие-то тексты или там, картиночные ответы в ответ. Важно, что мы научили машину, научили ее саму распознавать речь, изображение и, в общем, даже разговаривать. Причем последние успехи, ну, совершенно феерические, вот то, что там на прошлой неделе DeepMind опубликовал и показал, новый алгоритм синтеза речи машины, вообще не отличим от человеческих, ну, вот совсем там никаких этих бульканий, металлических роботных оттенков, интонаций просто нету. И это то, что уже работает и категорически изменило наше взаимодействие с машиной. Еще же несколько лет назад все говорят, ну, да, только сначала информацию надо перевести в машиночитаемый вид. Да не надо. Машина читает быстрее и лучше нас. Она смотрит вокруг, причем любым зрением, это же не только изображение, видимом диапазоне, что угодно, и все эти изображения прекрасно умеют распознавать, понимать. Мы сейчас другим занимаемся. Мы учим ее понимать смысл. Вот у нас был экспериментальный, прошу прощения за такой странный пример, был у нас экспериментальный чат-бот в Телеграме, что такое Телеграм, все здесь знают? Уважаемые коллеги, поднимите руки, кто не знает, что такое Телеграм, мне просто еще и интересно. А, знаете, да? Прекрасно. Но вот есть такой мессенджер, мы в нем гоняли поискового бота, которому можно позволить то, что нельзя позволить большому поиску Яндекса. Медленные ответы, потому что как бы, ну он там якобы думает, имеет право подумать. Работу с очень тяжелыми запросами, потому что поток запросов в Телеграме, это не те тысячи запросов в секунду, которые поступают к большому поиску. Там несколько запросов в минуту, учитывая размеры аудитории Телеграма. Поэтому там можно было экспериментировать. И этому боту можно было задавать вопрос разным образом. Можно было набирать текст, можно было спрашивать его устно, можно просто ему картиночку подгружать, и он что-то про эту картинку должен был сказать. И вот я рассказываю про эти возможности, как раз тоже был в Питере, иду там с одной коллегой, показываю этого бота, и говорю, ну давай слушай, вот разные фотографии сейчас, будем показывать, что к чему. И действительно, какие-то памятники он опознает, и прямо рассказывает историю про этот памятник, иногда путается, и ничего не понимает, там на каком-то дзоте или доте, там вот он не опознал, что это памятник, а только цифры распознал. Ну, как ребенок, ну путается он еще в окружающем мире. И Оля в какой-то момент говорит, слушай, а давай я его в картинку подгружу. Вот мне одну мою собственную фотографию, интересно, что скажет. Она подгружает картинку, пишет в ответ, ну, я, насколько понимаю, это берег, скорее всего, море, это, скорее всего, вечер, то есть это, наверное, закат. А потом на отдельной строчке пишет, впрочем, люди бы, наверное, сказали, что здесь изображено одиночество. В этот момент Оля становится зеленого цвета. Я говорю, то есть как? То есть вот это моя фотка, я для себя ее обозвала фоткой одиночества. Он-то откуда знает? Он не знает. Он учится понимать людей. Иногда понимает нас так, как мы не понимаем себя еще сами. Иногда тупит по-страшному. Маленький еще. Только он учится 24 часа в сутки. В сотнях мест мира вот эти вот умные нейронные сеточки учатся, как сказал Ликун, представлять себе мир. Понимать, что такое для людей одиночество. Они быстро научатся, гораздо быстрее, чем мы ожидаем. И поэтому сейчас коротенький пример приведу, как это меняет, казалось бы, очень традиционный устоявшийся продукт, который целиком зависит от наших мозгов. Вот тут, простите, пример из Яндекса. Есть у нас такая технология, называется метеум. Ведь что такое классическая метеорология? Нам очень хочется иметь хорошие прогнозы. Классическая метеорология — это метеорологические спутники, которые льют огромное количество видеоинформации в разных спектральных диапазонах о том, что творится с атмосферой под ними. Есть огромное количество профессиональных станций, которые дают информацию на поверхности Земли о влажности, направлении ветра, температуре, солнечной радиации и так далее. Поскольку все-таки атмосфера штука сугубо трехмерная, недостаточно иметь данные только на поверхности, еще есть меньшее количество станций, где регулярно спускаются вот такие вот огромные надутые гелием баллоны, к которым прикреплен передатчик, и они делают срез тех же самых данных — температура, влажность, направление ветра, инсоляция, но уже по толче атмосферы, по вертикали. Все эти данные льются в несколько реально супер-суперкомпьютеров, стоящих в мире, обсчитывающих тяжелейшие гидродинамические модели, потому что с точки зрения физики метеорология — это динамика очень неприятной сжимаемой жидкости, газ на языке физики называется так, да еще, которая при этом периодически испытывает какие-то фазовые переходы, то есть вода там конденсируется, образуются облака, потом из этих облаков еще и капли и так далее. В общем, адская, тяжелая, классическая физика, которую довели до считаемых моделей на достаточно разреженных сетках, и поэтому погода с точностью, ну что называется, до десятков километров сколь-нибудь надежно прогнозируется в рамках этих моделей, и в это вложены столетия, правда, реально столетия, работы человеческого мозга, вот людей, которые занимаются физикой атмосферы. Вот так это устроено. Всего существует очень небольшое количество моделей, настолько тяжелая действительно задачка физически и счетно, что количество моделей, три или пять в мире существуют моделей, которые являются полноценными моделями атмосферы, куда можно загонять вот эти вот физические данные, температуру, давление, ветер и так далее, и просить ее, а скажи, что теперь будет завтра и что будет там через несколько часов. Но можно пойти очень странным способом. Можно поступить так, как вот сейчас все чаще и чаще поступают в случае сеток, вот как с огурцами. Можно попытаться описать, вот в чем разница между этими сортами огурцов, а можно просто показать кучу, помните вот пример с японской фермы? Можно просто показать пример. Вот этот ящик категории номер один, сама разберись, чем он отличается от категории номер два. Вот ящик категории номер два. Обучись, потому что когда мы тебе покажем следующий огурец, ты должна сказать, в какую категорию он относится. Только у нас нет полной вербализованной, формализованной структуры каждой категории. Просто посмотри и научись их отличать. Мы тебе будем помогать. То есть когда ты будешь говорить, следующий огурец категории три, не, не три, это категория четыре. А, окей, я записал эту ошибку. Когда машинка вот так учится, в итоге она ошибки перестает делать. Или делает их все реже и реже. Такая же задача здесь. Вот смотри, у нас есть дорогая сетка, которая у нас называется MatrixNet внутри. Тебе есть данные от кучи моделей, которые говорят, что будет завтра в полдень в Питере, например. Неконкретно на Васильевском острове. Вот здесь, рядом с речкой Смоленкой. Сравним теперь это с метеонаблюдением, потому что мы же завтра будем точно знать, какая была температура, какая была облачность, шел ли дождь в этой точке. Сравни это с предсказаниями всех моделей и учись вот так непрерывно, ежедневно, ежечасно, чтобы то, что ты сама предскажешь, комбинируя данные этих моделей, имело бы минимальную ошибку относительно метеонаблюдений. При этом мы понятия не имеем, как она это делает. Она при этом не учитывает никаких параметров физических, потому что мы не строили какого-то понимания мира, понимания физики, атмосферы. Просто есть куча данных, да, еще мы можем загнать какие-то данные дополнительные. Ну, например, мы загоним данные про Яндекс.Карты, потому что нам кажется чисто интуитивно, вот тут еще работают наши мозги зачем-то, что если подстилающая поверхность разная, это степь, это лес, а здесь вообще город, то, наверное, это как-то может сказываться на погоде. Поэтому учти на всякий случай, что вот в разных точках бывают разные подстилающие поверхности. Тип подстилающей поверхности возьми из Яндекс.Карт, благо они у есть для всего мира. Дальше, теоретически, сюда можно загонять любые данные, лишь бы их было достаточно много. Длительность лежания кота на батарее. Некоторые люди считают, что чем холоднее будет завтра, тем дольше сегодня вечером кошка у них на батарее лежит. Давайте попробуем загнать эти данные. Есть старая примета, чайки ходят по песку, моряку сулят тоску. Окей, давайте поставим камеры на пляжах и будем следить, много ли чаек ходят по песку. И введем это. В физическую модель это нельзя ввести. Физическая модель не понимает, как интерпретировать длительность лежания кота на батарее. Это не давление, это нельзя ввести в физическую модель. С сетки плевать. О, есть еще одни входные данные. Давайте посмотрим. Может быть, если как-то их учесть, и мы не знаем как, то прогноз ставят точнее. И да, в итоге потихоньку наши прогнозы, прогнозы Матрикс-Нета становятся точнее, чем любой из прогнозов отдельно взятых моделей. Для того, чтобы она стала совсем хорошо работать, конечно, ее надо гонять пару лет, просто потому, что погода так устроена, там годовые циклы есть. Нам надо, чтобы она хотя бы несколько зим, несколько весен училась. Научиться. И чем все это кончается? Это кончается, например, в сервисах уже более простых, с тех, с которыми мы работаем. Например, персонализации. Потому что мы, вот маркетологи, тут, простите, немножко вернусь к маркетингу, все время думали, что, ну вот, блин, что, со рукой хреновый, ну ладно, что, самое главное, это сегментация, разбитие аудитории на какие-то, блин, так же невозможно говорить, разбитие аудитории на какие-то классы, которые, ну, понятны, которые в головах маркетологов помещаются, но это не нужно сейчас, потому что... Да, давайте переключусь, только выключите, пожалуйста. Так, да, так вроде гораздо лучше, спасибо. Так вот, если мы переходим от сегментации, где мы в головах понимаем, чем отличаются вот эти большие группы людей, которых мы называли сегментами аудитории к персонализации, мы перестаем что-либо понимать. Поэтому мы не можем удержать в головах персональные данные, персональные предпочтения, особенности характера, вкусов и так далее, десятков миллионов наших пользователей. Сейчас так начинала, уже давно работают системы рекламы, показ рекламы персонализирован. И вот этот черный ящик, который решает, как вам показать рекламу, вообще говоря, очень быстро, сейчас перейдет к продуктам. Ну, собственно, те, кто пользуются Фейсбуком, ребят, лента подстраивается под вас, вот двух одинаковых лент Фейсбука не бывает в природе. И никакой ручной сегментации это сделать было бы нельзя. Это означает, что машины учатся у людей, они учатся вот не только в случае каких-то там прогнозов погоды, сортировки огурцов, опознавания кота, писающего на лужайке. Они учатся на каждом нашем клике, перелистывании страницы, запросе, любом действии, которое логируется, так или иначе, абсолютно все логируется в сети. и на основании этого позволяют принимать решения, которые, например, в итоге рекомендуют персонально контент, товары, музыку, что угодно. Реальные схемы сложнее. Я вот так, просто чтобы попугать, там вот, одна из блок-схем выглядит, например, вот так. Но в итоге это просто означает, что мы про человека, который для нас является, в общем, мы же не социальная сетка, у нас нет никаких дальних профилей человека, который является просто кем-то, но MatrixNet очень быстро придает этому человеку некие персональные черты. И поэтому мы можем предсказать с достаточно, никогда не 100%, конечно, но с достаточно высокой вероятностью, какой товар ему интересен, какой материал ему сейчас хочется почитать. Ну вот, собственно, ради этого и работает наш Дзен, технология показа персонализованного контента, или какую рекламу ему показать. И это означает, что привычные, вот сейчас я уже все-таки немножко проговорю, как маркетолог несколько минут, привычные наши идеи о том, что давайте усредним, давайте вот как-то разобьем на сегменты, потом вот для каждого из этих сегментов чего-то такого немножко сделаем, чтобы внутри сегмента всем было в среднем хорошо. Ну, знаете, вот как логика стандартной радиостанции, что, не знаю, радиоджаз, конечно, любители джаза разные, но наша задача так, чтобы каждый из них что-то интересное для себя увидел, и при этом ни одного не обидеть такой хренью, чтобы он вообще со станции ушел и выключил ее и забыл в своем приемнике, потому что она раздражает своим плейлистом. Но зачем это нужно, если мы можем этому человеку плейлист сформировать просто персонально, не делать не делать вот этот микс на всех в среднем хороший, а сделать абсолютно персональный рецепт. И вот эта история про персонализацию, она позволяет, когда это делают умная сетка, работать не по принципу подобия, не по принципу здравого смысла, знаете, вот классическая рекомендательная система прошлого века. Вы покупаете принтер, наверное, вам надо купить к нему картридж. Да нет же, вам вполне возможно, что наиболее вероятный товар для вас кофеварка, потому что вы сейчас обставляете новый офис и вам нужно не только принтер, но и на кофе-пойнте что-то иметь. Ну, то есть, вот разные бывают сценарии. А отнюдь не только лобовой, а давайте мы ему расходник еще предложим. Ну, можно, но это скучно и неинтересно. Умные системы это системы с открытиями. Не случайно вот наша технология диска, которая используется для рекомендательных систем внутри Яндекса, она, да, она работает в Яндекс.Музыке, вот как раз пример того, как начинает, когда включишь диск, расти время. Люди сами того не замечая, просто залипают на этих рекомендациях и слушают больше. А потом на следующий месяц еще больше. Вот я показываю картинку 2014 года, сейчас там трехзначные цифры процентов. Те, она же учится, она же все умнее каждый раз рекомендует. Те, кто подсели на рекомендательную систему, неважно, нашу, Spotify, Pandora, они в итоге там в разы больше проводят времени, чем на обычном, вроде бы, таком сегментированном любимом радио, потому что там все очень персонально. И нет ни одного музыкального эксперта или диджея среди тех людей, кто это разрабатывает, и мы не знаем, как это работает. Сетка как-то учится это делать. Это снова история про черный ящик. Вот в этом мире черных ящиков предстоит жить. Ну вот, быстро сейчас пролисту, потому что это не самое интересное. Это вот пример полностью персонализированного контента в мобильном, где там вообще под человеком гонится лента не только новостей, а всего на свете. Там любимых рецептов, любимых гороскопов, кому что надо. Удивительно смотреть, как люди на это переключаются с социальной сетки, потому что эта штука под них заточена еще больше, чем лента в социальной сети. А я покажу немножко страшную картинку. для кого страшную, для кого приятную. Это есть моя любимая конференция, которую я каждое лет провожу в Москве большая по Yet Another Conference on Marketing, ЯКМ. Вот 29 июня у нас была такая конференция, на ней было приложение, да, мы могли его сделать только на конференции, потому что мы там немножко жестко игрались с той информацией, которую мы имели об участниках, поэтому каждый участник там подписывал соглашение, что он готов принять участие в эксперименте. Это пока нельзя выкатить на людей, и поэтому приложение работало только там. Вот так это было на приложении, когда ты ходишь по залу, наводишь на кого угодно камеру, и над камерой, и как только камера опознает, что это лицо, она опознает, чье это лицо, и над головой этого человека начинают крутиться какие-то символы. Там на стенке специально был список этих символов, это интересы этого человека. Это просто маленький кусочек будущего, так скоро она на улице будет работать. Ты идешь, камера, которая на тебя смотрит, уже сообщает там в витрине следующего магазина твои интересы. Это просто правда сейчас уже работает. Вот в качестве эксперимента у нас там был еще если человеку лень был ставить себе приложение, он мог пройти мимо такого волшебного зеркала. Это просто в рост человека большой монитор, он проходит мимо него, и в тот момент, и в тот момент, когда вот про Макса, который тут в зеленой рубашечке, система что-то его успела опознать, она тут же над ним показывает то, чего пока в реальности над ним не висело, его страсть к гаджетам. Это символ, это символ сильного увлечения гаджетами у этого человека. Понятно, да? Оно работает, ну да, оно работало там на 80% примерно людей, но все равно 80% людей, про которых ты вот можешь сказать, что им интересно, именно им конкретно, именно сейчас, не хилый инструмент маркетолога. Но я специально маркетинг оставил на самый конец, потому что мне не хотелось бы, чтобы вы думали, что вся история про нейронные сетки, про машинное обучение, это история про рекламу и маркетинг. Нет, я специально начал с огурцов и напоминаю вам этот кейс. Я специально рассказал про то, что это пример перехода информационных технологий в операционные, и это универсальная история, которая просто не зависит от типа вашего бизнеса. Это может быть, еще раз, маленькая, частная, огуречная ферма в Японии, это может быть вертикально интегрированная нефтяная компания в Америке, датчики разные, уровень сложности системы разный, актуаторы, вот те самые толкатели в случае огурцов или вентили на трубопроводах в случае компании, тоже разные, логика одна и та же. И эта логика, она, собственно говоря, подводит меня к тому слову, которое я использовал вначале, про коммунитизацию технологий и вроде тихо замолчал, не используя практически его по ходу рассказа. Так вот, о чем бы это было? Это о том, что все то, о чем я сейчас рассказываю, опять же, как демонстрируют примеры человека, защитившего лужайку от котов или организовавшего сортировку огурцов на маленькой ферме, это все доступно у себя дома в подвале или на маленькой частной ферме, а не только внутри Гугла, Яндекса, Амазона, Фейсбука и прочих китов. То есть, вот еще несколько лет назад вся история, например, про компьютерное зрение, вот пять лет назад, просто точно, это была история про ну вот, есть в мире четыре компании и пять университетов, где люди могут себе это позволить. Остальные на конференциях сидели и на них вот так смотрели, как на небожителей. Теперь в открытом доступе в виде открытого кода лежат системы распознавания, которые ну немножечко уступают нашему Гуглову, у нас такие были полгода назад, у Гугла там семь месяцев назад. Вот оно отставание между тем, что доступно любому студенту, потому что сейчас лабораторки, которые там делаются, например, в Массачусетском технологическом институте, лабораторки обязательные для студентов используют софт, который являлся топовым и разрабатывался в крупнейших компаниях мира в прошлом году. Сейчас это доступно каждому студенту. Ресурсы, типа для этого нужен кластер масштаба Гуглового, ребята, в Амазоне арендуете почасовым образом, да, это удовольствие будет стоить вам страшно представить 30 долларов. И вы владелец кода класса Фейсбука или Гугла и ресурсов, сравнимых с дата-центром того же Гугла. Да, на час, но зачастую этого достаточно. Я просто про то, что вот в этом смысле, вот я сейчас снова вернусь к тому, что я говорил про Кевина Келли, человека, который написал прекрасную книгу, вот он, собственно, ему принадлежит эта метафора про птицу, у него есть еще одна хорошая метафора, вот почему у меня здесь розетка нарисована, говорит, ребят, и сейчас вот снова Лаберда и Сережа и его словам о том, что вот добавляешь новое и вроде как продукт становится новым, просто рынок меняешь таким образом. Когда появилось электричество, вот ровно так изменился рынок, собственно, вообще механический привод был до этого, были паровые машины, были даже какие-то двигатели внутреннего сгорания, но не было такой, понимаешь, вот нужно было там, ну, чтобы у себя дома чего-то иметь, какой-то механический привод, надо было либо свой паровой двигатель ставить, либо там, ну, как в наших терминах, дизель-генератор во дворе иметь, ну, как бы дикость, электричество покорило мир ровно, потому что потом оно стало доступно из розетки, тебе не надо иметь свою электростанцию. Это не только изменило производство, где машины, где появились станки с электроприводом, но, например, такая категория, как стиральная машина, она до этого могла быть только ручной, страшно неудобно, дорого отнимает твое время, и потом, в конце концов, физически напряженно. Вот электродвижок, поставленный внутри стиралки, создал просто огромный новый рынок, потому что это электричество стало доступно любой домохозяйке, ни фига не понимающей ни в физике, ни в электродинамике, просто путем втыкания вилки в розетку. Вот такой вилкой и розеткой в современном мире являются открытый код и API, открытые программные интерфейсы. Вот первый пример, специально привожу Яндекс, второй, например, Гугловый. Если вам нужно распознавать речь, вам не надо обучать сетку, нанимать программиста, который вообще умеет эти нейронки дрессировать, ребят, есть API, уже десятки магазинов и там колл-центр Билайна выгнали людей, которые у них в колл-центрах сидели. Зачем? Зачем нужны эти люди? Это что, человеческий труд сидеть и звонки принимать? Это дикость занимать людей таким делом. У скрипта это получается гораздо, у хорошей нейронки это получается гораздо лучше. С любых, слушайте, они у нас распознают язык, очень разные акценты московских таксистов в Яндекс.Такси. Да, нам пришлось немножко специально подрессировать нейронку, чтобы она все эти, весь букет восточных акцентов московских таксистов, да и питерских местами тоже, нормально воспринимала, научилась и воспринимает. То есть, вот для того, чтобы распознать речь, не нужно ничего держать у себя, нужно воспользоваться API спичкита. Для того, чтобы вот тот самый пример с огурцами распознавать какие-то новые объекты, можно, конечно, у себя сгородить машинку, как сгородил тот самый кошка-ненавистник, а можно запустить TensorFlow в любом удобном вам облаке. Можно, кстати, в некоторых отечественных облаках это сделать, можно на Амазоне, можно прямо на Гугле, но TensorFlow это лучшая на сегодня система машинного обучения, которая доступна в открытом коде и из которой, в общем, сильный студент последнего курса, программист, разбирается за неделю, как ее подстроить к вашей конкретной задаче. Ну и облаков как бы в мире немало. Собственно, это почти все. Если свести к тому, что, наверное, вот в самой общей формулировке будет требоваться от сильного менеджера, руководителя, специалиста через 4-5 лет, это вот эти самые три пункта, которые, в общем, все про одно. Про то, что вам предстоит работать вместе с умными алгоритмами, что вам придется научиться жить в этом мире. иначе, иначе, простите, судьба кодека, Blackberry и так далее. Очень технологичных компаний, которые, ну блин, ну что нам это вот цифровая техника, у нас же лучшие химические процессы, и мы защищены таким количеством патентов. Кто нас подвинет на это мнение, нахрен не нужна вся ваша пленка и ваши патенты и человека века, вложенный в колоссальный бизнес, бизнес империи кодек. Вы все, вы на свалке истории, а уж какое количество более мелких компаний чуть-чуть протормозили и на той же свалке оказались, ну просто про них книжек не пишут. Поэтому вот умение работать с умными машинами, умение учить машины, понимая, что ты не должен ей объяснять пошагово, ты должен ее научить как умного нового сотрудника. А потом еще понять, что им можно делегировать, а что нет, потому что это не волшебная палочка, которая может делать все, что угодно там, уникальное административное решение машины принимать не может. Их должен принимать стратегию, должен формировать человек. И много таких примеров, когда нельзя делегировать машины. И умение различать два этих класса, что можно, что нельзя, критически важно. Самый последний смысловой слайд перед слайдом со «Спасибо». Это слайд про то, что есть такой Артур Кларк, были у него прекрасные законы, не только робототехники, но и законы, которые описывают вообще общение в человеческом обществе, особенно в профессиональных тусовках. Вот есть закон, который я очень люблю, потому что когда выходит кто-нибудь с таким же седым хвостом, или там седой лысиной, такие тоже встречаются, и начинает вещать, что этого никогда не будет. Человек есть мера всех вещей, поэтому никогда не могут те высшие функции нашего разума быть запищены тупой железной машиной. Старческий консервативный. Один микрофон я отсюда возьму, дам, а второй микрофон. А вот когда человек пожилой вдруг говорит, что блин, хотелось бы мне быть консерватором, но я понимаю, что так будет, что это придет на смену. Вот поэтому я специально сегодня не говорил ни слова о том, чего не будет. Я говорил только о том, что я уверен, что будет. При этом я еще заведомо консервативнее реальной жизни. Будет гораздо больше неожиданней, хуже или лучше, я не знаю, но будет по-другому. Все, вот на этом спасибо. Спасибо.